Долгожданное событие произошло в Кашхабльском районе. В поселке Дружба состоялось торжественное открытие врачебной амбулатории. Участие в церемонии приняли министр здравоохранения России Михаил Лурашко и глава ДГИИ Мурат Кумпилов. Данный объект построен в рамках региональной программы национального проекта здравоохранения. На эти цели было направлено 36 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Общая площадь амбулатории более 460 квадратных метров. В медучреждении закуплено и установлено необходимое медицинское оборудование «Мебель». Здание, в котором мы сейчас находимся, новое здание врачебной амбулатории поселка Дружба, построено в рамках национального проекта здравоохранения, масштаб которого мы на себе, что называется, уже хорошо почувствовали. Буквально на глазах качественно меняется материально-техническая база нашей организации. За короткое время, буквально в течение двух-двух с половиной лет, построены, уже построены и эксплуатируются три врачебные амбулатории. Дмитриевская врачебная амбулатория, она четвертая по счету, вступает в эксплуатацию сейчас, открывается сегодня. Одноэтажное капитальное здание. Врачебная амбулатория будет обслуживать жителей шести населенных пунктов. В штат входят терапевт, педиатр, стоматолог, акушерка, средний медперсонал. Есть процедурный кабинет, палаты, дневного стационара. Михаил Мурашко и Мурат Кумпилов осмотрели новое медучреждение, побеседовали с персоналом и местными жителями. Комментируя итоги посещения, министр здравоохранения Российской Федерации отметил комплексный подход региона к созданию новых медучреждений. Рассказать, что в Адыгее реализуются все проекты в срок, что очень важно. И все, что идет по программе, соответственно, реализуется в полном объекте. Ответственно, подходит в том числе и к комплектованию кадров. Поэтому открывающаяся врачебная амбулатория, она сегодня и укомплектована соответственно и среди медицинских персоналов и врачей. И, конечно, важным элементом является наличие мобильности. Сразу же идет поставка автомобиля для врачебной амбулатории, для того чтобы можно перевозить анализы и выехать на дом к пациенту. Плюс, соответственно, поставка оборудования, которое врачи, в том числе, в себя цифровую передачу данных, информационная система, централизованная. То есть, в случае, если пациент необходимо будет диспетализировать, то врачи из стационара будут видеть амбулаторную карту этого пациента. А в случае выписки из стационара, то врачи уже в врачебной амбулатории увидят его все анализы, лечение, выписку. То есть, это все будет доступно уже в безбумажном формате. Ну и быстрая передача данных, в том числе, из лаборатории, и так далее, то все тоже упрощает. Плюс здесь сразу же, что смотрели, обеспечение лекарственными препаратами. В этом населенном пункте нет аптеки, поэтому для удобства граждан, соответственно, реализуется в том числе и лекарственное обеспечение. В целом, по стране, у нас более 10 тысяч объектов, которые сегодня уже попали в программу модернизации. В прошлом году было кримитное решение, было большое количество обращений граждан. Потребность была, необходимость в том, чтобы там, где нет аптек, населенных пунктов, решить вопрос быстрого лицензирования и разрешения на отпуск лекарственных препаратов. Врачебных аппаратурях и фельдшерских пунктов, что было реализовано в 43 тысячах таких фельдшерских пунктов и врачебных аппаратурях. То есть, в принципе, решаются задачи как бы комплекса. Не просто одно здание, это оборудование, персонал, автотранспорт, лекарственное обеспечение, ну и, соответственно, рядом обязательно должны быть остановки общественного транспорта. То есть, вот такое комплексное решение, я благодарю руководству, и делаем, потому что здесь как раз выполнено фактически все, что было предписано, и это, конечно, значительно улучшает доступность медицинской помощи и в случае необходимости коммуникации с людьми специалистами. В рамках церемонии открытия почетные гости высадили на территории два саженца клюна. Продолжение следует...